Здравствуйте! Рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале Нодпостригун. Сегодня мы сравним две машинки от Эндис. Обе они позиционируются как машинки для грумеров, то есть для стрижки животных. Это сравнительно недавняя машинка Эндис EGC Super 2-Speed Brushless и совсем уж свежая Эндис Endurance. Если зайти к нам на сайт, зайти в раздел все товары, либо в раздел машинки для стрижки животных, добавить к сравнению одну машинку, потом добавить к сравнению другую машинку, потом перейти в список сравнения товаров, то мы увидим, что эти две машинки, они практически не отличаются по своим характеристикам. У них одинаковый вес, у них одинаковая длина среза ножа, у них практически одинаковая мощность заявленная, там 35 и 36 ватт, и отличаются они по большому счету только дизайном корпуса и длиной шнура. У обеих у них, кстати, есть по две скорости и скорости эти одинаковые 3000 и 3800 оборотов. Комплектация у них тоже, в общем-то, одинаковая. Нож, машинка, масло. Давайте попробуем разобраться, в чем же разница. Итак, мы уже сказали, что единственное принципиальное отличие у них, в общем-то, по характеристикам, это длина шнура, но и помимо длины здесь также такой фактор, как удобство штепсельной вилки. Здесь у нас адаптер-преобразователь питания находится прямо на вилке ОГЦ-2 Brushless, и поэтому не очень удобно, это может быть в некоторых случаях, втыкать в розетку такую дуру не всегда удобно. У Endurance у нее гораздо более удобный, у нее преобразователь отдельно от вилки, поэтому втыкать удобно в любую розетку. Здесь вилка американская, в принципе, невелика проблема. Я думаю, скоро появятся европейские версии с европейской вилкой, и тогда совсем все прекрасно станет. На картинке вот эта вот машинка, она выглядит побольше, потолще, но по факту-то размеры у них одинаковые. То есть, если их приложить, в принципе, то же самое. Единственное, здесь просто такая трубень ровная, здесь есть некоторый рельеф, но тоже минимальный. То есть, в принципе, они и по форме-то очень похожи, здесь очень небольшое отличие в хвате, при этом здесь к плюсам можно отнести такие вот оребрения, здесь оребрений нет, но более выраженная шероховатость корпуса. И там, и там никакого софт-тача нет, да и нафиг он нужен, он у нас, в принципе, при интенсивной работе за пару месяцев облезет. Здесь просто нейлон с таким шершавым покрытием. Сборка корпуса мне больше нравится у Endurance. Если приглядеться, то швы поменьше всё-таки. Здесь они немножко не такие плотные, но и крышечка выполнена немножко по-другому. Здесь крышечка тоже выглядит немножко так неэстетично. Есть зазоры, здесь крышка сидит более плотно. Ножи формально одинаковые, там и там полтора миллиметра, но Endurance это стальной нож классический. Здесь у нас нож верхний из керамики, то есть он должен меньше греться при тех же оборотах. Но, тем не менее, такие керамические ножи, они хороши для пуха, но не очень хороши для грубого остевого волоса. Могут на нём быстрее приходить в негодность. Ну, и надо не забывать, что нож здесь не какой-нибудь китайский, а настоящий эндис. То есть качество керамики здесь довольно хорошее и стабильное. Если заглянуть под нож, там, в общем-то, тоже принципиальных отличий нет. Немножко поменяли защиту. Здесь был поролончик, здесь такой сплошной щиток, но я не думаю, что это даёт какие-то принципиальные различия, насколько всё равно всё это вот попадает рано или поздно у нас в район эксцентрика, в район поводка, который всё равно периодически необходимо разбирать и чистить. Причём, мне кажется, это всё примерно одинаково будет, всё равно попадать будет туда, в щель, в корпус. Но, в принципе, пока ни разу мне не приносили такие машинки с валенком внутри. Ну, таких вообще ни разу ещё не приносили, потому что машинка очень новая. Такие приносили, но внутри корпуса всегда было довольно чисто. Буквально пара соринок, волосинок. То есть это не принципиально. Ну, и осталось нам последнее. Это заглянуть, что же у нас там внутри. Поскольку характеристики моторов заявлены очень схожи, есть подозрение, что моторы стоят внутри одинаковые. Здесь 36 Вт 3300 оборотов, а здесь 35 Вт, опять же, 3300 оборотов. Давайте разберём их и посмотрим, что же там у них прячется внутри. Итак, вот мы разобрали две машинки и видим, что внутри, в общем-то, стоят одинаковые платы. Отличие здесь только в том, что здесь у нас выключатель смонтирован прямо на плате, здесь выключатель смонтирован на корпусе и при помощи разъёма просто подсоединён. Ну, и здесь у нас шнур обычный с жёстким креплением. Здесь шнур вращающийся, соответственно, у него был вот такой вот контакт. Но, опять же, он снят сейчас, поэтому немножко отличаются платы. Сами моторы внешне идентичны. Единственное, здесь надета такая вот шкурка мягкая для того, чтобы уменьшить вибрации и шум. Но эта шкурка может препятствовать охлаждению мотора. С другой стороны, мотор сам по себе достаточно холодный. Здесь бесщёточный, бесколлекторный мотор, у которого очень высокий КПД и, соответственно, очень малая часть мощности уходит в нагрев. Но давайте попробуем всё-таки эту шкурку снять и заглянуть, что под ней. Итак, сняли мы шкурку с моторов. И вот, собственно, что и требовалось доказать. Моторы имеют абсолютно идентичную маркировку, то есть это один и тот же мотор. Итак, давайте попробуем резюмировать. Машинки имеют одинаковые характеристики, потому что у них одинаковые моторы. Принципиальное отличие у них только в шнуре. Здесь шнур у нас более длинный у Endurance и он может вращаться. Эргономика очень похожа, машинки практически одинаковые, но ценник у них при этом очень разный. Какой можно сделать вывод? В принципе, вы особо ничего не потеряете, если сэкономите немножко денег и возьмёте АГЦ 2-Speed Brushless. Но если у вас финансы особо никак не ограничены, то, конечно же, будет удобнее работать с Endurance. Не сказать, чтобы там прямо какие-то колоссальные различия, но к хорошему привыкаешь очень быстро. Вы, скорее всего, не заметите разницы, если перейдёте с АГЦ 2 на Endurance. Но если вы перейдёте обратно, вы сразу почувствуете, что что-то не так и в эргономике, и со шнуром. Поэтому всё определяется чисто финансами. Есть деньги, покупаем Endurance. Деньги есть, но не так много, покупаем АГЦ 2 Brushless. На этом, пожалуй, всё. Будут вопросы задавать их в комментариях. На сегодня всё. Пока-пока.